Настойчиво опять хочу сказать, что самым важным побудительным мотивом для меня, что меня, честно сказать, Наталья довольно давно приглашала, но вот сейчас просто я не представляю себе, как можно было бы отказать Билгороду, который в такой суровой реальности живет. Все вы это чувствуете, я по своему жизненному опыту немножко представляю, что это такое. Поэтому просто расцените это, пожалуйста, как безоговорочную поддержку. Вот всех вас, кто здесь. Вот это то, что мне вначале нужно было сказать. Про что будет лекция, я это боюсь называть, потому что, ну это же не учебная какая-то история, а просто я хочу сначала поставить несколько вопросов, на которые даже ответов, может быть, сам не знаю, а так интереснее, мне кажется. А потом во второй части просто расскажу про некоторые из рисунков, которые вы видите, как, почему я так делал, как я это рисовал. У меня для нескольких рисунков есть последовательно сфотографированные стадии, как они делались. Ну и вообще, зачем все это нужно? Вот об этом примерно и речь. Поскольку в заголовок вынесли такой вопрос, зачем архитектор рисовать, этот ответ однозначного, этот вопрос однозначного ответа не имеет и правильный, потому что если вопрос имеет однозначный ответ, это уже неинтересно, значит, уже ответ есть, все, он может посмотреть и дальше об этом не думать. Я бы вопрос этот усложнил. Зачем архитектор рисовал исторически, это мы сейчас посмотрим немножко, и потом, а зачем архитектору рисовать сейчас? В век компьютера, в век программ, технологий и прочего. И второй вопрос гораздо более сложный. Зачем вообще рисовать с натуры? И зачем вообще то, что по недоразумению называется реалистическим рисунком? Это термин глупый, но для простоты я его использую. Как сейчас этим заниматься, с учетом того, что в последние примерно 180 лет со все больше и больше лавинообразным темпом в мире захлестывают другие способы запечатления реальности? Фото, черно-белое, потом цветное, потом видео, что угодно, сколько угодно, высокого разрешения. И парадокс заключается в том, что я на вскидку, но я уверен, что я почти не ошибаюсь, за последние три года, например, было сделано фотографии и опубликовано больше, чем за всю историю, начиная с первого снимка 1838 года. Проблема, правда, в том, что большая часть этих фотографий – это визуальный мусор, но это другой вопрос. И поэтому тот, кто рисует, если у него хоть что-то в голове есть, а для рисунка это важно, достаточно, должен понимать, что он работает в той реальности, в которой есть другие методы отображения реальности. Нужно найти свое место и понять, как, зачем, что ты делаешь, да, и как вообще вот это вот искусство и рисунка выглядит в эпоху триумфа фотографий, который тоже в своих высоких проявлениях, вне всякого сомнения, является искусством полноценным. Принижать его ни в коем случае не стоит, просто это немножко разные вещи. Как одно на другое влияет, тоже я постараюсь. Но вместе с вами, может быть, в конце мы об этом подумаем. Вот теперь давайте картинки немножко посмотрим. Ну вот, я очень люблю вот эту гравюру. Сейчас она откроется. Видите, это изображение термдиоклетиана в Риме, сделанное в середине XVI века. Это гравюра кавалерии Эдозио примерно 1550-х годов. И чем она хороша? Она хороша тем, что мы видим здесь не только вот эти вот античные руины, как они тогда выглядели, но и, собственно, портрет художника, который сидит и рисует. Видите, это важное обстоятельство, потому что вообще Рим – это город, который, не знаю, какое тут слово употребить, наиболее нарисованный и изрисованный вдоль и поперек из всего, что человечество сделало. Потому что там огромный объем рисунков и гравюр был сделан, начиная с конца XV века и дальше до бесконечности. Вот сейчас, если мы сюда вот сейчас посмотрим, дальше, да, вот у нас, видите, еще гравюра, и вот здесь сидит в углу человек, рисует, и здесь тоже. Причем, ну, те, кто учились, прости господи, в какой-нибудь детской художественной школе, сразу с болью в сердце вспомнили, как их заставляли ходить на этюды, и обязательно какие-то советчики подходили, глазели и спрашивали, а зачем это? И, собственно, а я тоже так могу, да? Ну, вот здесь, конечно, не совсем та ситуация, но выглядит комично. А на самом деле здесь изображается, как правило, или архитектор, или какой-то обученый антиквар, который просто рисовальщику заказывает, чтобы тот сделал ему несколько видов нужных ему для работы и указывает, что и как рисовать. Вот это все, что я показываю, это гравюры XVI века, которые вот эту жизнь с рисовками изображают. Вот интерьер Колизея, видите, здесь вот тоже указатель задачи, так сказать, и, собственно, сам художник. Ну, и так далее, и так далее. Вот это то, как примерно сам этот вопрос мог бы возникнуть. Тогда он особенно и не возникал. Архитектор, вообще говоря, рисует, конечно, с тремя целями. И они разной емкости и разной важности. Потому что, прежде всего, фраза эта, я не твердо в этом уверен, но приписывает ее Микеланджело о том, что рисунок – это одно из благороднейших занятий человека, потому что он объединяет усилия ума, руки и глаза вместе. И это действительно, это при нормальном подходе к делу, это мыслительный процесс, творческий в самом глубоком смысле. То есть, чем от механического срисовывания отличается. То есть, это все нужно сквозь себя пропускать. И вот в связи с этим, конечно, одна из главных задач рисунка для архитектора – это первое, что приходит в голову, ну, это для того, чтобы, как это в нашем цеху принято было говорить, подачу сделать, как говорили раньше, или рендеры, рендеры, как говорят сейчас. Немногие знают, что слово «рендер» совершенно не обязательно означает компьютерную графику, потому что в Америке лет 50-60 назад еще были отдельные фирмы, в которые архитектурное бюро обращались, и там художники делали отмывки, так сказать, перспективы и прочее. Вот. И это самая простая элементарная задача. Потому что архитектору, конечно, хорошо самому попробует все это делать, но это то, что можно делегировать. Это кто-то может другое делать. Вот если мы посмотрим, зачем архитектору рисовать, и, так сказать, важность этого, в зависимости от того, может ли он это кому-то поручить или не может, тогда окажется, что это самое второстепенное. Второе, более важное дело, это рисунок как средство изучения. Потому что, ну вот, врачи, они, так сказать, достаточно неаппетитным способом изучают в анатомических классах, да, так сказать, предмет своих будущих забот, человеческое тело, из чего оно состоит и как. И архитектор не может, не изучив тысячи работ своих предшественников или современников, как кому нравится, работать, да, потому что иначе будет бесконечное бесплодное изобретение велосипеда. А если ты знаешь, что велосипеды уже есть, вот тогда можно что-то творческое к этому прибавить. И рисунок – это один из лучших способов такого вот анализа и проникновения во что-то. Потому что, ну, это, конечно, больше, может быть, к студентам относится, но все же я это сформулирую. Ведь, ну вот, вот есть, например, какое-то здание, которое хочется изучить. Во-первых, конечно, это лучше делать всегда не по книжкам, а при взгляде на само здание в натуре, как только это можно. Потому что, когда его строили, никто не рассчитывал на то, какое впечатление это будет производить на чертеже или в книжке на черно-белой фотографии. Дом любой, он строится для того, чтобы его живьем воспринимать в первую очередь. Но изучить что-то, ну вот можно, ну, минут 15 вокруг какого-то дома походить, и что? И дальше уже не очень понимая, что, собственно, делать. Если же, даже если, так сказать, со всех сторон фотографировать, это тоже уже более активный процесс, но все равно у меня, поскольку опыт есть соответствующий, какие-то вещи пропускаются. Если же это здание рисуешь, то включаются все способности к анализу чего-то сразу же, да? И это вот вторая и тоже очень важная часть понимания того, как задействуется механизм рисунка для архитектора, зачем он нужен, для изучения. И вот здесь перед нами, смотрите, какие примеры, ну вот самого высокого класса, которого только возможно, потому что перед нами аналитические зарисовки римских тем, который один из крупнейших вообще архитекторов мира делал, Андреа Палладио, тоже это вторая половина 16 века. Вот такие скрупулезные, тщательные штуги сохранившихся частей на тот момент римской античности. Да, вот такой пример, вот еще, видите, его же, его же руки, вот такой очень тщательный разбор и внимательный, со всеми измерениями и подробностями, видите, детали композитного ордера. Вот план, тоже вычерченный вручную, с большой скрупулезностью, потому что вычерчивая такую вещь, уже существующую, человек понимает, как это устроено, как сопоставлены части, что пытается восстановить, что думал автор этого произведения когда-то. То есть это все очень мощный инструмент-анализ. Вот еще такой же пример. Все вот такие рисунки. И это именно технический, по сути дела, рисунок, который предназначен был для самого себя. Видите, здесь какие-то вещи оставлены недорисованными, то есть это рабочий инструмент. Но мы сейчас это рассматриваем как очень большую ценность, потому что человек, который для себя делает, он делает это хорошо. Он делает это так, что это потом приобретает ценность совершенно самостоятельно. Это очень важно. Вот еще такие вот примеры. А теперь я, простите, такой резкий переход, сейчас я его должен несколько смягчить. Дело в том, что есть третье, самое важное, назовем это ипостасью, рисунок для архитектов. Рисунок – это то, как архитектор выражает свою мысль. Никакого другого сравнимого способа архитектова выразить свою мысль нет. Потому что это примерно, знаете, какая доступная всем аналогия будет. Вот сон человеку приснился. Очень яркий, красивый, прекрасный сон. Если он его сам себе не пересказал в течение первых трех или пяти минут, пока он еще его помнит, это умерло, навсегда исчезло. Какая бы великолепная картина у творческого архитектора в голове не сформировалась, она ничего не стоит и она не существует, пока она не перенесена. Или на бумагу, или на что угодно. Пожалуйста. Но это должно быть зафиксировано. Прежде всего, для самого себя. Чтобы эта мысль осталась. И уже во вторую или в третью очередь, чтобы она могла быть донесена до людей, которым это нужно показать. Потому что мы же помним, что архитектор всегда работает, за редчайшим исключением, одно из которых я потом покажу, работает за чужие деньги и над чужими задачами. В отличие, зачастую, от художника или художника графика. Поэтому тут немножко вот таких уже моих картинок. Это просто разные размышления проектные. Видите, вот это тоже не демонстрационные вещи. Это то, что мне себе самому хотелось сделать понятным. Ну, так сказать, вот идею какую-то зафиксировать, закрепить, понять и попробовать. Почему это очень важно? Потому что здание, будет оно построено или не будет, но начиная от замысла, который в голове сложился, первые несколько лет существования архитектурного произведения происходит на бумаге. И если его на бумаге или в документах нет, его никто даже не начнет делать. Поэтому эта полноценная стадия жизни любого архитектурного произведения, это очень-очень важно. И вот здесь рисунок тоже пригождается. Видите, это с одного из проектов, вот такую какую-то штуку я сделал, и вот сам для себя сочинил такую картину. А как такая история получилась? Да, вот это вот действительно первые размышления, которые потом обрастают постепенно вот такими-то такими картинками и так далее. Тут просто вот несколько разных самых стадий до того, как устроены вот такие мысли. И тут вот видите с разных сторон эти вещи. И это удобно тем, что ты сам для себя, во-первых, понимаешь, что ты делаешь. И потом этим можно уже поделиться, обсудить с кем-то и показать. Сразу же возникает, вот на этом пока слайде остановлюсь, сразу же возникает вопрос, а почему, собственно, не заменить это компьютер? Или не хотите ли вы, уважаемый лектор, сказать, что нужно компьютеры все выбросить и только вот, так сказать, пером, шпагой, бумагой и чем угодно? Ни в коем случае. Человек, который занимается профессией, всегда должен владеть инструментарием с самым последним и самым качественным, который есть. И в том числе более великолепного инструмента, чем 3D-моделирование рабочее, и придумать невозможно. Понимаете? Это счастье, когда ты можешь проектировать и одновременно смотреть, как это все получается. Да? Но ни при каких обстоятельствах одно не отменяет другого. Потому что пока у тебя не созрело что-то, хотя бы в той степени, чтобы ты мог человеку, который модель делает, хотя бы задачу поставить, невозможно. Потому что иначе получится абсурдная ситуация, когда за тебя, как это, так сказать, есть несколько анекдотов о перехвате управления более сильным умом, это вот может так нечаянно получиться, что те люди, которые писали компьютерную программу, вдруг за тебя начнут проектировать, потому что у них готовые уже какие-то есть там вещи. Если ты не очень четко понимаешь, что ты хочешь сделать, это начнет быть... Вот кто-то из присутствующих в зале профессионалов сейчас меня поймет, очень часто, глядя на здания, построенные, ну, например, в 98-м году, в 2002-м году, вдруг понимаешь, что их визуализации делались в такой-то, такой-то версии программы 3D Max, там, допустим, выпуска 98-го года, со всей убогостью доступной тогда компьютерной графики. То есть вот это влияние инструмента, его нужно преодолеть, потому что чем сильнее инструмент, тем сильнее должен быть тот мастер, который им оперирует. Вот поэтому, конечно, очень важно, чтобы это все работало вместе. Вот здесь один небольшой, но важный для меня проект. Сейчас я покажу, вот как это рождается, да, разные стадии. Такие, да, небольшой храм. И вот, вот результат. Да, я, так сказать, конечно же, все рабочее черчение и 3D-модели я пропускаю, потому что, поверьте, они были. Но вот, вот соотношение, видите, вот идея, вот она рождается, вот, так сказать, все здесь есть, и вот, пожалуйста, это то, что в итоге получилось. Вот, как так вышло, что это еще тоже один храм, большой очень, который в Петербурге сейчас строится, вот первые эскизы, самые такие начальные. Да, вот это уже более такая стадия серьезная. Но это тоже, это не то, что называется демонстрационными чертежами, а это, так сказать, свои собственные размышления, и, прежде всего, желание самому себе выяснить, как это выглядит. Вот это уже часть материализации, и вот так сейчас специально такой смешной ракурс выбрал, где это, что угодно себе хочется представить, но только не это. Вот так это все воплощается. Ну и, собственно, теперь я, может быть, к несколько более интересной части перейду. Ну, я вам хочу показать и рассказать немножко про рисунки. Часть из них – это те рисунки, которые здесь есть, и вот, в частности, как это вообще живье происходит. Кому-то это, может быть, более интересно, кому-то менее, но я постараюсь рассказать. и, начиная эту часть, я, пожалуй, скажу главное, за что я должен буду ответить именно теми работами, которые висят там этажом ниже. Зачем я-то это рисую, и здесь неожиданно мне придется откреститься от названия лекции. Дальше, потому что то, что я показываю там в зале и то, что буду показывать сейчас, нельзя об этом говорить, что это работа архитектора. То есть, то, что я архитектор, это, как автора рисунков, это мои проблемы. Да, потому что нет ничего гаже, очень распространенного, знаете, жанра, когда пресса особенно любит, а давайте мы будем искать лучшего политолога среди народных артистов, или лучшего писателя-детектива среди спортсменов, или лучшего спортсмена среди поэтов, давайте каждый будет своим делом заниматься, и если я, как художник, график, рисую вот эти архитектурные вещи, я должен играть на том же поле, как и любой художник, они рассказывают всем, что это вот я архитектор, у меня специфика какая-то, и так далее. И тогда возникает вопрос, хорошо, а зачем? Что ты хочешь сказать этими рисунками? Да, часть из них, действительно, там есть, я скажу потом, какие, делались больше для себя самого, как рабочие вещи из многочисленных поездок, скажем, куда-нибудь в Северную Африку, хорошо, что успел побывать до того, как добрые люди туда демократию принесли, а нефть унесли, вот в Ливию, например, успел съездить, еще когда это относительно безопасно было, так сказать, ну и так далее, и это просто живое впечатление, пока оно не ушло, его очень хочется зарисовать, понять для себя, там записи даже какие-то делаются на листе, ну и эти рисунки, и такие более серьезно проработанные, они, во-первых, все, как минимум до половины, они сделаны с натуры, потому что это принципиальный важный вопрос, потому что, ну зачем быть второй производной от фотоаппарата, это стыдно, и к тому же еще и бесперспективно, потому что плохо, да, все-таки глаз смотрит совершенно по-другому, чем оптическое устройство камеры, и нужно этим пользоваться, когда рисуешь, но главная идея в том, что вот я даже не всегда пытался понять сам для себя, собственно, какая же цель вот этих маленьких рисунков, точнее, какая цель их показа публике, да, потому что рисую я, как я уже и сказал, просто потому что это я рисую, да, вот, но это желание выразить на листе свое отношение вот к этим древним камням и поделиться своими черствами, чаще радостными, но иногда и трагическими, да, от того, как я их вижу, вот это и есть основная задача, то есть это абсолютно, как и у любого честного художника, буквально то же самое, тут уже не про архитектор речь, а про то, что увидел, поразился, испытал что-то внутри, перенес это на бумагу в моем случае для того, чтобы другим людям тоже можно было показать что-то при этом почувствовать, вот и все, вот, теперь немножко про технические моменты, вот, видите, я некоторые из рисунков так вот было, снимал последовательно, и здесь я давно отказался от подготовительного рисунка карандашом, потому что, во-первых, квалификация какая, полилюменин накапливается, это и не нужно, но дело даже в другом, это, понимаете, это как очень дисциплинирующий фактор, когда ты берешь, у тебя нет второго шанса провести какую-то линию, да, ты должен сразу делать нормально, честно, да, вот здесь этот процесс здесь виден, видите, постепенно это все предоставит, и вот потом законченный рисунок, он вот так вот выглядит, это начало четвертого века, арка Титропилон, которая на перекрестке двух дорог стояла, арка Януша, так называемая, в Риме, вот, это один из рисунков, которые есть там, на выставке, это храм Гера и храм Аполлона в Пестуме, и городская стена Пестумская, вот это вот первая стадия рисунка, да, я многие из них на какое-то время, на год или на два оставляю вот в таком виде, но потом обязательно дальше доделываю, вот, видите, вот он уже в полном своем развитии, вот такая картина, ну вот, разница определенная есть, конечно, вот это вот просто тоже из тех рисунков, которые там есть, здесь просто тоже это рисунок пирога, потом в буквально два-три, два-три тона в 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 вот это тоже греческий храм на сицилии, и здесь мне показалось важным использовать цвет, потому что удержаться просто не смог, там такой красивый золотистый камень. Вот это вот Турция нынешняя, это город Эфес, греческий, древний, и вот эта великолепная постройка, это фасад библиотеки, которая там была знаменитая, и здесь, что мне казалось интересно для себя, это посмотреть, как зимний такой холодный свет, а там минус пять было, что не очень, наверное, характерно, как он на все это ложится, и как тенями прорисовывается замечательно этот камень. Ну и, конечно, я, как и всегда, этого на продукциях почти никогда не видно, обязательно рисую там какую-то жизнь, но когда фотографируешь старые вещи, хочется, чтобы людей было поменьше, и чтобы они куда-то ушли, и приходится это ждать. А в рисунке наоборот, потому что ведь, смотрите, видите, сколько тут народу на самом деле. Это вот кто-то снимает, да, вот это эпоха, когда еще палки для селфи были эти пресловутые. Вот тут какие-то кошки ходят, смотрите. А вот это тоже очень характерная картина для подобных руин, это девушка в энтузиазме, совершенно унылого молодого человека тащит по всем этим камням, ему неинтересно, и он страдает. Вот такие вещи иногда хочется показать. Но вот этот рисунок, он есть тоже на экспозиции, он для меня очень важен, потому что это было первое античное здание, которое я живьем увидел. Это боковой фасад храма Божественного Адриана в Риме, постройки середины II века по Рождеству Христову. И вот Рим, он и так впечатление сильное производит. И тут вдруг среди, и так уже замечательных всяких построек, вдруг обнаружится что-то похожее, но неизмеримо более древнее. Мне тогда даже показалось, что оно такое, потому что выветривание геологическое происходит. На самом деле, конечно, это не совсем так, это следы от пожаров, которые от камня вот так вот отшелушивают многое. Но вот через много лет после этой встречи с античным памятником, я решил это нарисовать, и вот таким образом это выглядит. Сейчас мы детально тоже, то, что и в натуре не всегда можно рассмотреть, вот как бумага здесь себя ведет, как разный цвет чернил коричневый и серый, как они себя ведут, как свет вот этот выглядит, да. Ну и, конечно, вот на людей я тоже должен вам показать, конечно, какие они тут бывают. Вот самые разные. Собственно, какие они в Риме и есть. Это вот, а вот это вот, вообще говоря, трагический рисунок. Как бы здесь это не очевидно, это то, о чем я потом немножко подробнее буду говорить, это к пальмирским рисункам относится. Это сделанное по памяти, по наброскам, которые у меня были с натуры. По памяти в 19-м году я сделал рисунок интерьера одного из храмов, который в 15-м году был взорван. Да, и вот это его как раз первая такая часть. Видите, вот здесь вот как раз видно, как эти штрихи все выглядят. Да, и вот там даже дерево проросло внутри. Вот, а вот он в законченном виде. И здесь вот как-то, мне кажется, что такое совсем невеселое ощущение, которое у меня было при этом рисунке, вот оно здесь, мне кажется, есть. И вот эта игра двух цветов, коричневого и серого такого, это же ведь очень традиционная техника. Она изобретена была в 16-м веке, и блестящий ей, как она летна, например, в рисунках, пользовался. И вообще 16-й, 17-й, 18-й век вот такую технику рисунка очень практиковали. Действительно, она дает очень много достоинств. Ну вот еще, пожалуй, вот такая картинка. Видите, это кто-то из детей меня снимал. Это вот хорошо всем вам известный римский форум. И вот здесь как раз процесс его изображения. Вот разные стадии. Видите, это практически то, что здесь на листе. Потом постепенно обрастает деталями. Ну и вот готовая работа. Здесь мне казалось важным показать то, что исчезает даже на хороших фотографиях. Гигантский масштаб. Совершенно неожиданный. Потому что, когда впервые туда попадаешь, вдруг понимаешь, какое гигантское тут расстояние, какая площадь, сколько здесь всего. И рисунок перенасыщен людьми, но они теряются здесь на фоне этих камней. Совершенно их и не видно. Вон их сколько тут бегает. А они совершенно не воспринимаются. Да, и вот эти вот перспективы влажного вот этого римского воздуха, когда на переднем плане там вот город виден, и деревья, и все-все-все, и вот там и колизей, и многое другое. Вот это то, что я здесь старался показать. Ну и сейчас я хочу еще парочку сделать таких вот показать тоже стадий. Вот видите, вот такой рисунок. Это тоже форум, вот тот же самый храм, который там попадал на рисунок, только с той стороны. Здесь это арка Септимия Севера. Видите, вот такая, казалось бы, довольно сложная задача против солнца. Такой рисунок, как-то, ну, почти в глазах светит. Но мне это как раз показалось интересным. Ну и здесь же какие-то записи. То, что мне пришло в голову тогда, прямо когда я это рисовал. И получается, что этот текст, он тоже включается в компоновку листа сам собой. То есть это не специально так, но просто когда начинаешь писать, заполняя это чистое место, это по неволе все вместе образуется. А вот это самое начало. Видите, вот эти первые самые линии, такие набросочные. Да, потом, вот, вот он, видите, как сильно тон меняет это все. Дальше, наверное, самые два интересных будет в этом смысле вещи. Это, вот смотрите, такой рисунок, который, его, наверное, на выставке, наверное, нету, но давайте мы на него посмотрим. Вот это тоже Рим. Это знаменитая колонна Трояна, гигантская тосканская колонна 30-метровой высоты, на которой в виде свитка вот такого развернутого история двух войн победоносных, которые при Трояне произошли. Вот там, видите, рисунок начатый на месте. И это, наверное, самый большой размер из тех, на которых удобно это делать прямо так. И вот здесь тоже, видите, разные стадии этого рисунка. Это тоже как такой мультфильм сейчас будет. Может быть, это покажется интересно. Вот здесь, вот тоже этот рисунок жил в таком виде еще, наверное, года четыре, прежде чем я его стал доделывать. И здесь, кстати, чрезвычайно интересная задача появилась. То есть я это делал все с натуры, но при этом, вот когда я говорил о том, что как жить, когда, вот, так сказать, уже эпоха фотографии есть, во-первых, начинаешь с ней по неволе конкурировать, потому что одновременно возможность, которая всегда есть, подсмотреть на фотографии какие-то детали, сильно разжижает вот эту цепкость взгляда и твердость памяти, что нужно обязательно в себе воспитывать. И с этой стороны вроде бы, ну, так сказать, идет в одну сторону движение, а в другую сторону нужно конкурировать или специально делать, так сказать, в какой-то экспрессионистской манере, чтобы никому не пришло в голову это с фотографией сравнивать, или же, если работаешь так, чтобы это был хороший рисунок, точный, с деталями, ну, с той мерой уважения к предмету рисунка, понимаете ведь еще что? Ну, можно, я специально самые грубые аналогии, так сказать, чтобы в голове возникли, можно просто воспользоваться тем предметом, который рисуешь, так сказать, в грубой форме и поводом его только для своего рисунка использовать. Мне это не близко. Я, если что-то рисую, мне, значит, мне нравится этот предмет, и я хочу отнестись к нему с уважением, да, и отобразить как-то его с уважением. Но здесь, скажем, человек, даже самый представительный рисовальщик, рисуя какой-нибудь обелиск, египетский в XVIII веке легко мог, поскольку Шампальон еще не расшифровал египетского языка иерогрифов, он вполне мог просто с одной стороны, зарисовав эти иерогрифы, их с четырех сторон повторить, ну, из трех видимых или двух на рисунке, получалось, что такой-то, такой-то фараон четыре раза подряд завоевывал один и тот же город, где-нибудь, так сказать, в Верхнем Судане, да? Сейчас так нельзя, и поэтому приходится еще точность дополнительно тренировать. Но даже дело ведь не в этом. Смотрите, вот у нас есть здесь эта самая колонна. Вот она вся нарисована со всеми этими рельефами, которые трофеи изображают, с утратами, с колами на мраморе, видите, вот этими вот, и рельефами, которые здесь, на самой колонне, причем здесь они освещены солнцем, здесь косой свет, здесь это уже в тени, и так далее, но это же все на фоне чего-то происходит, и неба здесь, за счетом вот этого маленького кусочка, нету, и там есть задний флаг. И тут начинаются вопросы. Мне же тоже хочется его нарисовать. Ну, фотограф сделал бы простую достаточно вещь, он диафрагму бы выставил так, чтобы у него колонна оказалась бы резкой, а дальше там это, допустим, было бы разбыто, например. Ну, пером как ты резкость, так сказать, снизишь, да, то есть здесь в итоге, я понимаю, что это такая, может быть, уже не особо интересная кухня, но все-таки давайте посмотрим. Там, видите, как бы нарочито, не то чтобы не ряшли, вот все достаточно точно, но реденьким таким штрихом мы почти вот не касаемся, видите, как все это сделано. для того, чтобы мы видели, что это дальше, и чтобы колонна не влипла в этот фон, который там. Но вот в таком виде это даже где-то в Третьяковке и в Риме было на выставках, а потом я потом взял и начал делать вот что. Меняется же сразу, видите, все. То есть вот и это вроде бы самостоятельно ценно, но здесь превращение ценности происходит. Вот видите, вот так. И сразу мрамор появился. Видите, то, что ты подразумеваешь, здесь удается уже тоном проявить более серьезно. При этом штрих тоже, он никуда не исчезает, он весь остается вот так постепенно. И вот самое главное, видите, вот появился там этот задний план, который тоже весь присутствует. и мы там вот это солнце, и влажность воздуха. Я надеюсь, что все это получилось. Вот такая картинка. Ну и еще один, еще даже незаконченный рисунок, про который я с удовольствием вам расскажу. Это почти не видно на экране, но сейчас я выключу. Вот видите, такие самые-самые первые начальные кадры. Это я решил пантеон бы именно рисовать. Вот немножечко уже детали стали появляться. Вот еще. Вот так, видите, то есть как это постепенно все происходило. И вот и появились люди. Тоже сейчас я про них пару слов скажу. Вот, а это рисунок на своей определенной стадии. Вот он завершен. Мне здесь очень важно было показать, как античное огромное сооружение стоит посреди города, который относится к другому времени. Потому что ведь, особенно когда смотришь на изображение одного и того же античного памятника в 16, 18, 19 веке и сейчас, сразу становится понятно, что время течет неравномерно, что есть, ну как бы условно, можно это сказать, несколько одновременных потоков времени, которые идут с разной скоростью. Потому что для самого античного здания время меняется достаточно медленно. Оно меняется, оно иногда, так сказать, начинает постепенно разрушаться и перехлеет. Потом на нем вдруг какие-то пристройки появляются. Потом они сносятся. Потом его реставрируют. Вот такая медленная жизнь здания, которые стоят на своем месте, а вокруг него, как минимум, но с того времени, которое мы фиксируем, то растут, то ломаются, то исчезают здания. Да, потому что здесь же есть дома и пятнадцатого века, и восемнадцатого, и девятнадцатого, и все это живет со своей скоростью. А люди, мельтешаты, меняются еще гораздо быстрее. Каждые десять лет меняется мода, каждые десять лет меняется, так сказать, стиль движения, машины, кареты, повозки, так сказать, шпаги на автоматы у карабинеров, меняются и так далее. Вот третий поток, это то, что мне очень было интересно здесь, потому что вот я сейчас дальше пролистаю, и потом немножко еще об этом расскажу. Вот смотрите, вот появился цвет. Причем здесь цвет более такой реалистический. Видите, здесь несколько красок, то есть это, конечно, не прессионистическое акварель, но здесь чтобы был действительно правдоподобный цвет того, что есть. Вот видите. И что важно, что вот все, что здесь есть, со всем уважением индивидуальной судьбы каждого кампы, то, о чем я несколько раз сегодня говорю, что вот каждая его трещина, это за те практически ровно 1900 лет, которые прошли со времени строительства, заслужили того, чтобы их показывать. Да, вот видите, как это здесь устроено. Вот это мрамор облицовочный и так далее. Вот так это выглядит. Вот в этой стадии это сейчас находится. Это вот, извините, процесс вглядывания в эти детали без очков, а это раз уж так получилось для смеха, видите, между этими картинками лет 20 примерно. Это, знаете, примерно тот же самый. Так, цвет волос, только несколько изменился. а в остальном это город Бреши, где-то на севере Италии, сколько я помню. Ну вот, давайте здесь на само здание мы посмотрели, и сейчас я вам покажу немножко, что здесь такого. Во-первых, вот еще один намек на время. Видите, это то, что очень часто бывает в Риме, где ведутся какие-то дорожные работы, и они всегда элементы археологии в себя несут, потому что вот тут что-то раскопали, и уже там пошли исторические слои, что там под этой мостовой, куда уже, тут эти тачки, самая элементарная сетка, и все, что коллеги архитектора на любом объекте видят непрерывно. Какие-то ведра с краской, вот, но при этом есть и люди, причем люди в разном виде, вот, человек несколько подустал от жары, но у него это пластиковая бутылка с водой, а не то, что некоторые подумали, вот, поэтому здесь, видите, самые неожиданные сцены, причем в них тоже ценность, потому что я ее начинал давно, довольно, я уже не помню, лет чуть ли не 10 назад, поэтому здесь даже уже какие-то устаревшие вещи будут, которых сейчас мало, да, вот, видите, тут сидят люди, идут люди, самая разная публика, которая обычно в Риме и бывает, вот тут и туристы с чемоданами, такие вот кучи сидящих людей, голыми коленками, велосипеды, и так далее, и так далее, да, вот, это то, что придает жизнь, в общем-то, да, тут человек с большим фотоаппаратом, заметьте, что, так сказать, съемки смартфоном еще почти нет, видите, то есть, даже это уже в эпохе немножко изменилось, но, тем не менее, так вот, там кто-то уже себя любимого на фоне колон, конечно, снимает, в общем, вот такая картина, и все это, бог даст, я закончу, ну, и теперь, в последней части этого всего, я думаю, давайте, я про Пальмиру немножечко вам еще расскажу отдельно, и потом на любые ваши вопросы буду готов ответить, и здесь, и внизу, там, где мы собирались. Пальмиру очень много рисовали, потому что Пальмира волновала воображение европейского интеллигентного человека довольно давно, еще когда совершенно не представляли себе, как все это выглядит, но читали про царицу Зенобию, про ее противостояние с Римом, так сказать, про разные вот эти исторические вещи, оперы даже снимались про Зенобию в свое время, и так далее, да, и вот первая картина, которая была на основе натурных зарисовок, сделана в 17-м еще веке, вот такая она в Голландии в одном из музеев хранится, по ней было многочисленное количество сделанных гравюр, конечно, как и положено, и надо понимать, что местность это была совершенно для европейцев недоступная, потому что все это было частью исламского мира, совершенно для Европы закрытого, и туда европейские путешественники с довольно большую долю опасности, когда, так сказать, растущие хищные колониальные державы, конкурирующие друг с другом, Англия и Франция, так сказать, посылали экспедиции двойного назначения, когда купцы едут торговать, одновременно там укрепленная фактория ставится, одновременно с купцами едет какой-нибудь ученый историк, а при нем несколько художников, которые, помимо этих всех руин еще совершенно великолепно топографические планы снимают, и пристрелочная панорама для артиллерии, двойного назначения продукт, но благодаря этому появляются совершенно замечательные свойства вещи. Вот это одна из лучших гравю, которые были в самом конце XVIII века сделаны. Это по рисункам замечательного художника Кассасса, француза, который он в 80-х годах нарисовал, а чуть позже была издана книга, где вот давайте посмотрим, как это выглядело тогда, и будет ответ на вопрос, а зачем у нас военные и военная техника, сейчас на рисунках появляется, а потому что она есть, а вот посмотрите, вот XVIII век конец, вот эти пальмитские колоннады замечательные, красивейшие, и вот там мы видим эти руины и караван, который сквозь них двигается, вот у нас есть тут верблюды, причем они настолько прекрасные, что у каждого портрет свой, так сказать, индивидуальный, вот такие помонщики, тут же видите, вооруженная охрана едет и так далее, и это все настолько живо передает, это документ эпохи, понимаете, помимо выдающейся художественной ценности, которая здесь есть, это еще и эпоху показывает очень хорошо, вот как раз эта арка, про которую мы говорили, вот еще тоже гравюры, ну и теперь я расскажу, как я там рисовал, причем, видите, вот это вот рисунок сделан 1 января 2005 года, прямо там на месте, вот такой жанр, это как раз то, что вот ты хочешь сам себе в первую очередь какие-то впечатления оставить, да, вот здесь написаны кое-какие вещи, откуда это вид, что это такое, в каком веке сделано, какие тут есть важные для меня моменты, да, вот это вот такой фрагмент, это рисунок сцены театра античного, который там в совершенно другом духе у меня есть тоже на этой выставке, вот, вот эту часть потом взорвали вармалерике нехороший, а здесь сейчас вот эта фотография не зря сюда вклинилась, потому что одна из самых трудных задач в рисунке, которые ты хочешь передать то, что ты видишь, и в фотографии это тоже очень плохо получается, это масштаб, ведь для архитектуры масштаб это одно из самых главных выразительных средств, да, масштаб имеется в виду не просто физический размер, а художественно выраженный физический размер, то есть здание хочет себя показать каким-то, да, потому что почему это трудно передается, потому что у нас у всех есть определенный опыт, и мы то, что видим на рисунке или фотографии соотносим с тем, что нам доступно, ну, поэтому вот как раз вот видите, это такой мы видим, ну, да, это античный такой камень, это угловой, наверное, камень от фронтона треугольного, который бывает на храмах, совершенно верно, но вот эта фотография ничего нам не дает без, я прошу прощения, вот такой фотографии, да, видите, это ваш покорный слуга довольно давно, но просто для масштаба, что, я уверен, что абсолютно все, кто как-то пытались определить, какого это размера, думали, что раза в два отличаются, как минимум, да, вот это трудно передать, здесь вот противоположный момент, да, вот у меня студенты очень любят эти пару фотографий, но пусть, вот смотрите, значит, теперь вот этот я уже показывал вам рисунок, и вот это рисунки, которые я в 19-м уже году, уже, когда все там было взорвано, и когда мы в экспедицию ездили, чтобы посмотреть, что там можно сделать, поправить и восстановить, да, вот такие рисунки как раз здесь, это вот тот самый, вот этот храм, и от него, видите, вот такие руины развалины, вот этой тонкой очень работы и резьбы, почему это еще важно, сейчас я вам скажу, потому что это был единственный от античности сохранившийся для нас так называемый адитон, вот эта вот тончайшая алтарная преграда, да, это то, из чего потом ну, поскольку мы же понимаем, что христианство в своем материальном выражении в архитектуре черпало очень активно из того, что было, да, вот идея иконостаса и алтарной преграды в церкви, она вся идет архитектурно именно вот отсюда, да, это был единственный дошедший до нас пример, и вот он разрушен, и вот так грустно это все сейчас выглядит, да, вот это еще тоже части храма лежат, и вот это особенно такая тревожная картинка, потому что это не просто античный памятник взорванных тетрапилот, так называемый, но он еще и был реставрирован в 1960-х годах с применением цемента, арматуры, и поэтому его руина выглядит даже более, может быть, полезно из-за того, что вот эти вот проволока торчит, какая-то гадость вот эта вылезла, да, то есть нет ощущения благости, потому что тоже очень важный момент, что вообще жанр рисования античной руины это почетный такой жанр еще 17-18 века, обычно это были такие большие красивые картины, где была такая пасторальная спокойная обстановка, заросли, из них какая-то огромная руина, заросшая пляшом и виноградом, рядом пастух, бараны какие-то пасутся, философ сидит размышляет, то есть такое спокойное размышление о бренности времени, о бушетших эпохах, а здесь у меня была задача сделать так, чтобы было видно, что я не об этом говорю, а я говорю о конкретном военном преступлении, понимаете, и вот это очень важно было передать так, чтобы не путалось это все, вот, собственно, видите, еще один рисунок с другого ракурса того же самого тетрапилона, и здесь это я уже совсем для специалистов кратенькую рюмарочку сделаю, немыслимое совершенно в этой картине есть, вот это вот монолитные гранитные стволы колонны, а посмотрите вот сюда, видите, он гнутый, это не потому, что я рисовать разучился, дело в том, что часть из этих стволов утраченных в 60-е годы воспроизвели в цветном бетоне с арматурой, и когда они упали, этот бетон на арматуре вот так согнулся, и совершенно немыслимая картина, изогнутая античная колонна получилась, вот так тоже бывает, ну вот, не могу не сказать добрых слов про вот этих людей, благодаря которым мы и здесь живы, и там тоже, да, потому что, конечно, в последнее время только можно с охраной там организованной действовать, ну и еще один маленький момент, вот, когда без карандаша рисуешь, совершенно можно не стесняясь взять и линию построения, как это в учебнике называется, сделать, чтобы ровно было, вот она и она есть, и ничему тоже здесь не препятствует. Вот немножко, видите, процесс, как он в натуре выглядит, может, не очень презентабельно, но вот тут самое-самое начало работы, вот один из храмов, которые взорвали весь, вот видите, вот эта куча лежит, вот там видите, процесс, видите, ручка и вот готовый вот этот рисунок. Вот его я уже не продолжу, потому что его у меня вовремя отобрали, он сейчас в Эрмитаже в коллекции находится, ну вот, видите, здесь я постарался все, что есть, показать, но вот смотрите, вот фотография, которая технически то же самое показывает, да, ну вот мне показалось, что здесь немножко про другое и о другом это все. Вот. Это деталь крупно всех вещей. Вот другой рисунок тоже, видите, здесь взорванной арки. Вот она. Ну вот это тот минимум, который можно сделать с натуры, да, потому что потом это можно сколько угодно по памяти дорисовывать, но первое впечатление и пространственное расположение того, что ты перед собой видишь, надо, конечно, делать вот так. Да, ну и дальше вот это то, что на афишу попало, да, вот тут эти взорванные все детали. Я очень надеюсь, что это, хотя бы это удастся в ближайшие три года нашему коллективу замечательного восстановить. Вот еще еще один рисунок вот такой, видите, вот с другого ракурса то же самое. Вот. И это тоже. здесь действительно просто видно, что это такая... Мне кажется, что мне удалось передать, что это не время сделало люди нехорошие, да, то есть вот. Ну и вот тут у меня дальше даже не было фотографии готовой, да, когда я это готовил, а она уже в законченном виде висит тоже внутри. Это вот театр. Ну и, конечно, здесь интересно мне было вот это все рисовать, потому что тут и готовые части, вот то, что разрушилось, это та самая площадка, на которой Георгиев концерт тогда давал, когда Пальмиру первый раз освободили, потом, после этого, ненадолго ее задали обратно и в отместку взорвали вот этот кусочек, но это как раз все можно восстановить. вот еще один рисунок, который на двух стадиях сейчас ведло. Секунду, вот видите, где часть видна, как она была намечена с натуры вся, а дальше уже этот процесс, он идет уже так, в том ритме, в котором хочется. ну вот и вот собственно тот самый БТР и наверное сейчас напоследок еще покажу. Все это, в общем, там довольно жарко, так иногда стреляют, вот, иногда мухи пустынные нападают так, что не знаешь, куда деваться, то есть это все тоже не всегда весело, но результат будем-будем надеяться себя оправдывает. В общем, вот это то, что я вам хотел показать и главное это здесь, понимаете, что вещи эти, они, как мне кажется, заслуживают того, чтобы их любить, видеть камни эти, трогать даже хочется, когда к ним подходишь, они очень многое помнят и хочется, чтобы они остались, но в то же время и отразить свои ощущения, свою любовь к этим вещам и к этой профессии. Вот, опять мы закольцевались нечаянно, да, получилось, что архитектура опять у нас влезла вот в эту чисто художественную деятельность. Да, мне кажется, что, ну вот я как умею, я это делаю. если удаётся кому-то разделить со мной эти чувства, я очень рад бываю. Спасибо большое и я с удовольствием на любые ваши вопросы отвечу. у меня маленький комментарий по поводу того, что я видел, и один вопрос к вам. Пожалуйста, сначала с вопроса. Нам сказали на просмотре ваших картин, что вы сторонник неоклассицизма современной литературе, в литературе, архитектуре. Скажите, пожалуйста, вы что-то планировали в Москве, да? А вы знаете, это так в Википедии написано, что я сторонник неоклассицизма. Я, 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 знаете, так сказать, гораздо более вольную трактовку сейчас позволю себе, вы уж меня простите, архитектора традиционной ориентации. Вы знаете, вот, когда, я все еще верю, что здания делаются так, чтобы они были красивы. Я все еще верю, что жилые дома должны делаться так, чтобы человек с любовью и удовольствием возвращался домой или мог выйти погулять, так сказать, вернуться в лучшем настроении, чем был. А какими средствами этого достигать? Это каждый сам решает. Но, мне кажется, что далеко еще не исчерпаны вот эти вот инструменты классической ордерной выразительности. Я стараюсь это делать. Носите какие-то элементы. Ну, нет, вносить их отдельно, это упаси господи. нет. Я имею в виду, я в этой логике и работаю. Это стараюсь. Чудесно. И последнее, Пальмира, конечно, это меня очень лично тронуло, что здания могли бы пережить время, многие из них, могли бы пережить эти две с лишним тысячи лет, если бы не человек. Это ужасно. Человек лучший, не лучший, а худший враг любой архитектуры. Ну, даже не совсем так. Любой город, он пожирает сам себя. Всегда, если он жив, да, это как в решайнике, так сказать, одни клетки, другие съедают. И это процесс, к сожалению, совершенно неизбежный. Вот я сейчас, мне кажется, важное мне удастся сказать. Спасибо, что вы меня на это натолкнули. Дело в том, что идеально сохранившаяся древность, это следствие какого-то ужаса или смертоубийства, которое случилось. Потому что вот Помпеи и Геркулану уцелели только потому, что города были убиты в течение двух-трех дней. Что для города мгновенно. Только поэтому они так хорошо сохранились. Если город жив, он, конечно, постепенно поглощает то, что было. Пальмира, ну, она просто умерла где-то примерно в, ну, я не знаю, в восьмом-девятом, да, по сути. А до этого там очень многое было разрушено, и город захерел сильно после того, как Зинобия попыталась, так сказать, с Римом слишком сильно спорить. Вот. Но что тут важно? Вот когда архитекторы, так сказать, говорят про важность функции и прочности, и пользы, и красоты тоже, да, под пользой функцию понимают. На самом деле критериев того, какие здания сохраняются, а какие нет, если город живет, они очень парадоксальны. потому что здание может 20 раз поменять свою функцию. Понимаете? Но если оно красиво, то есть, если оно прочно, во-первых, конечно, да, но красота в итоге оказывается единственным критерием сохранения здания, потому что когда определяют, например, достойно ли что-то быть памятником охраняемым, ведь именно художественное достоинство в первую очередь, потому что если важнее историческое, то оно охраняется не как памятник архитектуры, а как исторический памятник. И даже даже Пурфенон какой-нибудь на Акрополе, если взять, храм Афина-Девы, православная церковь, католическая церковь, мечеть и сейчас, так сказать, то, что есть. Видите, он много кем успел побыть и функция явно не является тем главным, ради чего он сохраняется. То есть, вот, любыми доступными средствами нам нужно делать так, чтобы архитектура людей радовала и они хотели бы ее сохранить. я вот стараюсь уметь вот в этом языке работать. Да, кто-то, кто-то в другом. Главное, как вы... Провели очень важную гуманистическую мысль, мне это понравилось, что давайте будем беречь памятники. Ну, это святой причин. Но только главное, архитекторов не путать с градозащитниками. У нас разная профессия. Меня, когда градозащитники на митинг зовут, я огонь и нельзя. Я же, у меня даже реставрации в Петербурге принципиально ничем не занимаюсь, потому что темперамент такой, что я рощи исправлять начну. Сразу это не надо, не запускаем. какой-то ваш вклад защиты. По рукам бить. А там да, там да. Это ваша спасибо. Какие еще вопросы? пойдем. Мне интересно сейчас угрожение видения архитектора. Можно, знаете, людей провести такую параллель между человеком и архитектурой. Вы знаете, человек как церковь, у нас там нечто сакральное. О, смотрите. Есть человек политик, вы знаете, я, мне кажется, попробую сейчас вот что сказать. То есть очень плодотворным, человек же мыслит все от себя, понимаете, и вся архитектура, всегда, почему этот прямой угол 90 градусов, он такой важный. Потому что вся архитектура это, так сказать, взаимодействие с вектором силы тяжести. А он же ровно под 90 градусов падает. А еще человек из всех животных, кроме страуса только несчастного, да, это единственное, что вертикально тоже по вектору силы тяжести расположено. поневоле мы все сравниваем с собой и любую архитектуру, человек, который всерьез ее анализирует и понимает, он через какие-то биоморфные или антропоморфные аналогии его спрятят. Где-то голова, где-то руки, ноги, так сказать, и все остальные части. И очень важно, что градостроительно тоже так. Вот Пальмир, например, города самого почти не осталось, потому что все жилые дома полностью уничтожены, что осталось? Остался скелет. То есть, другими словами, градостроительный каркас. То есть, главное направление улиц, выраженные площади, основные какие-то центры, которые потом уже плотью жилых домов обрастают. Видите, вот я даже когда это говорю, я пользуюсь совершенно вот такими антропоморфными образами. Это очень хорошо и это плодотворный способ, действительно. Я хотел спросить, у вас есть какие-то коллекции по вашим поездкам? Ну, скажи.